Входящим сюда говорят, руками трогать обязательно. А вообще, потрогать руками экспонаты сегодня можно в Лувре, в музеях Германии, Великобритании и США. Для этого художественные музеи специально открывают особые тактильные галереи, в которых произведения искусства можно пощупать. Приобщать к миру прекрасного слепых и слабовидящих через осязание решили и в Сочи в рамках кукольного фестиваля. Визуализировать, видеть невидимое и развивать воображение. Главные задачи тактильной галереи. Обычно, рассказывает автор кукол и руководитель театра «Саквояж», своих героев он мастерит иными, более крупными, чтобы они были видны из зрительного зала. В данном же случае куклы тактильные. Пальцами читается каждая морщинка на лице марионетки. Поэтому зрители его нового спектакля, который ориентирован на инвалидов по зрению, получили массу впечатлений. Благодаря специально созданной атмосфере, звукам и запахам, каждый герой Достоевского пахнет по-своему. Главная героиня «Белых ночей» Настенька, к примеру, пахнет жасмином. Театрал – дорогими духами, старушка – травами и лекарствами. А вот мечтатель – без запаха. Ведь даже у Достоевского главный герой без имени. Человека ведь не потрогаешь за лицо, да, и не подойдешь, и не будешь его ощупывать. А к куклу можно, можно подойти, потрогать его, и, конечно, понять, какое у него может быть даже выражение лица. Вот. То есть тут такая была очень интересная задача. Поэтому и запахи. Воображение разыгрывается. А еще разыгрывается не только потому, что они трогают, да, кукол, а потому, что у нас вокруг создан целый такой вот определенный свой замкнутый Петербург и петербургский мир. И вот в макетах наших, да, которые используются в качестве такой архитектурной составляющей вот этого кукольного Петербурга, мы специально использовали вот эти белые таблички. Это шрифт Брайля. То есть там написана такая вот основная информация о данном объекте. Например, там Исаакиевский собор, когда он построен, кто архитектор. Руками трогать обязательно и всем просто желающим побывать в роли кукольника можно в арт-галерее «Форд». Фестиваль кукол здесь продлится до 5 августа.